Значит, на самом деле, можно констатировать, что система безопасности Европы в целом и Франции в частности, не стоит сегодня ломаного гроша. Потому что попытки как раз найти какую-нибудь сеть и какую-нибудь команду из Багдада, из Масула, из сирийской Иракки, закрывают тему того, что это же французский теракт. Но этот джихадист набрался того, чего набрался во Франции, оружие купил во Франции. Тоже мне проблема, если у тебя есть малые какие-то криминальные связи, вооружиться до зубов. Грузовик арендовал во Франции. И вообще ничего, кроме интернета, для того, чтобы человек, набравшись ненависти, пошел на улицы британского города убивать английских военнослужащих. Просто, причем улица полна людей, он его режет, отрезает голову, все замечательно. Или расстреливает брюссельский аэропорт. Моленбек, граждане Европы, никаких проблем. Или парижские бульвары превращались в бойню, стадионы, театры, неважно. Но сегодня Ницца. Соответственно, ничего не нужно экспортировать в Европу для того, чтобы совершать теракты любой степени кровавости. Оно все внутри уже есть. Это, безусловно, политика Евросоюза сработала. И здесь Владимир Волфович говорит абсолютно точно. Вопрос. А что этому может Европа противопоставить? Введение смертной казни за терроризм? Ну, конечно, сейчас. А высылку семей террористов немедленно в те государства, откуда они приехали с лишением гражданства? Что является, кстати, очень серьезным рычагом воздействия. Потому что или ты останавливаешь теракт сам, или доноси в полицию, или ты теряешь возможность жить во Франции, в Германии, в Швеции. Извините, это не демократично. Они проиграют все суды в СПЧ. Конечно. Принцип Джулиани, не сажая его за убийство, посади за разбитое стекло в телефонной будке, который сработал в Нью-Йорке, нельзя. Ну, как можно человеку... Ведь этот человек был известен и хорошо известен полиции. Если бы его остановили на ранней стадии и отправили в тюрьму на год или два, его не надо было бы сейчас застреливать. Да мы помним же с вами, как парижские террористы, у которых была история условных сроков. Их предпочитали не сажать. Такая либерализация. Ну, кроме того, европейская тюрьма, ты знаешь, условия жизни в европейской тюрьме куда лучше, чем в сегодняшнем Тунисе. Откуда, кстати, семья приехала? Когда? Ровно после начала арабской весны, четыре года назад, к которой Франция имела, ну, вот уж совсем непосредственное отношение. И в этом плане абсолютная беззащитность Европы сегодня налицо. Потому что как громко блеет баран, неважно. Сколько баранов в овечьем гурте, неважно. Волк их режет в любом количестве. Как можно организовать массовые мероприятия, не установив бетонные блоки заграждения? Но поставить пластиковые и машину Рено. Ну да, это же... Как можно полиции не иметь на каждых 100 метрах, снайперов, полиции? Сколько метров такой автомобильный теракт прошел бы в Израиле, где они сплошь и рядом? Ну, 50, ну, 100. После этого человека бы застрелили. Здесь он километры шел среди толпы. И при этом все еще сомневались. Версия 10 часов, шедшая версия полиции, Ниццы, что это, оказывается, не теракт. А он засмотрелся на фейерверк, и поэтому он вот так вот давил людей. Фантастика! Ну, такое придумать, это означает абсолютную недееспособность. И здесь, Сереж, ну, конечно, можно называть Ланда Франсуа. Можно его жалеть, убогих вообще жалеть надо. Но если Деголью важна была Франция, и было видно, как Деголь поступал с тогдашним радикализмом, совершенно неважно каким, в том числе и французским, то Ланду важно положение его партии, пиар, откуда вот все эти прогулки по бульварам. Ну, никогда в жизни Шарль Деголь не придумал бы такой глупости. Если против тебя воюют, значит, ты должен выиграть войну. Вот и все. А сегодня, как им помочь в едином строю, если они помощи настоящей не от нас, не от израильтян, по-настоящему же не хотят. Учиться на нашем опыте не готовы, а придумывают себе действительно некую мифологию, и в ней потом живут, при этом люди гибнут. Продолжение следует...